Добрый день, уважаемые члены жюри, гости, коллеги прокурсантов. Я люблю свою профессию и очень радость, что судьба дала мне возможность называться, этим замечательным словом, «учитель». Посвятив свою жизнь в профессии, я выполнила путь постоянного поиска, работы над собой, путь упорного и гражданного труда. Так, в рамках ГОС начального общего образования, новой разработанной и успешной реализации программы «Не рушу в гипности» «Путешествие по стране этики» и «Ерунные исследования». Эти программы получили лицензию, и программа «Путешествие по стране этики» стала лауреатом областного конкурса программы «Не рушу в гипности» для начальной школы, а также была опубликована в журнале «Заучи начальной школы» и в сборнике организации «Не рушу в гипности» младших школьников в условиях реализации требований в ГОС начального общего образования. Данные программы используются в работе всеми членами гимназии. ГОС начало работать одной из первых в 2005 году, и поэтому опыт реализации рабочей программы учебного предметного тематика в слое реализации в ГОС начального общего образования представлен в учебном фильме. Данный продукт стал победителем регионального этапа и участником федерального этапа всероссийского конкурса «Инновационных площадок. Путь к успеху». Этот фильм используется в работе с молодыми специалистами. Работая в гимназии, работа обучая и одаренные детей. Поэтому опыт работы с этими детьми представлен в удачном пособии — это подготовка учащихся членов класса к предметам олимпиады. Данное пособие стало победителем муниципального этапа областного конкурса «Инновационные таланты. Путь к успеху». Результатом этой работы является то, что 85% учащихся участвуют в предметных премиад-олимпиадах. Кроме того, владею и успешно применяю в своей практике технологии правильной деятельности, проблем геологического обучения, эффективного чтения, оценивания, оценивания на данных достижений, прочно-поммуникативные и здорово-зберегающие. Кабинет оснащен современным развивающим оборудованием, поэтому активное использование мобильного компьютерного класса, использование интерактивного оборудования онлайн-дражера «Матрешка», конструктора «Первый робот», лабораторного оборудования «Лоббист» способствует тому, что на выпуске у 100% учащихся сформированы следующие категорикотики. Это умение работать с электронными словарями, читать, строить диаграммы, находить нужную информацию. Кроме этого, у нас создан банк электронной презентации учащихся. Эффективность применения этих современных технологий подтверждается высокими результатами обученности моих учеников. Общая успеваемость у нас стабильная 100%, а рост качества обучений за 2015-2018 годы составил по росту 18%, по литературному обучению 14%, по математике 11% и по окружающему миру 15%. Кроме этого, увеличилось и количество отличников с четырех человек по второму классу до семи человек в четвертом классе. Высокое качество предметных достижений подтверждает и результаты вести российской провещенной работы. Так, по русскому языку качественные направления составили 96%, а по математике и окружающему миру 100%. Наблюдается положительная динамика и восвоение метапредметных результатов. На конец четвертого класса сформировано универсальное учебное действие на высоком уровне. Регулятивные на 83%, познавательные 96% и коммуникативные 100%. Таких результатов удалось достичь благодаря тому, что все учащиеся классы в 100% занимались проектной деятельностью. Кроме этого, учащиеся классы активно участвуют и в творческих конкурсах. И у среди значимых результатов является диплом победителя областного конкурса на сочинение посвященного семидесяти периодики Мирской области. На данную работу учащиеся получили благодарность губернатора области и почетную грамоту Департамента образования и науки Мирской области. Творческой деятельностью занимается более 70% всего класса. Кроме этого, стараюсь активно диссимировать опыт работы. В рамках Российской научно-научно-научно-конференции и Кузбассского базарного форума проводила мастер-классы, такие как организация проекта исследовательской деятельности в работе с ударными детьми, организация учебных по математике в условиях в результате ГОС начального общеобразования и использование лагу диска при обучении следовательской деятельности младших школьников. Обобщение и встроение своего опыта находят продолжение и в публикации. Так, за период с 2015 по 2018 годы опубликовано 4 статьи всероссийского регионального уровня. В 2015 году являюсь экспертом при проведении связи с исключением работы, а также ежегодно являюсь организатором в аудитории при проведении итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Стараюсь участвовать и в представительных конкурсах разных уровней. Так, в 2015 году стала победителем муниципального этапа областного конкурса в рейс-сталонах Кузбасса, а в 2016 году победителем регионального этапа конкурсов и инновационных площадок «Путь к успеху». За творческие успехи в труде награждена народная знака почетного работника общего образования и имеют поощрение разных уровней. И в своем успехе хочу закончить словами писателя и педагога Любови Рафаиловны Кобор. От писателя остаются книги, от художника – картины, а от каждого яркого, думающего учителя остается его неповторимый опыт. Спасибо за внимание. Вопросы, пожалуйста. Спасибо.